Когда приходишь в зал, реально на тренировке, занимаешься и очень легко и охота прям каждый день сюда возвращаться и возвращаться. Эти стены заставляют почувствовать ту каплю энергии, которая затаилась где-то в нас внутри. Группа у нас достаточно уже давно существует, более 6 лет, 7. Мы собрались из разных команд и, соответственно, решили, когда узнали поближе друг друга, как бы соединиться в одну единую команду и создать команду как раз под названием «Слияние». Участвовали во многих соревнованиях российского уровня, были на одном из фестивалей бронзовыми призерами всероссийскими, которые проходили здесь, на Саранске. Еще выезжали во многие другие города, многие ребята взялись опытом. Нас никогда никто не учил по той простой причине, что особо тренеров раньше не было. Сейчас, в данный момент, именно наша команда, многие детей начинают уже тренировать. И, соответственно, тренеров уже стало достаточно много. Все наши ученики, которые приходят в зал, мы надеемся за каждого, что они останутся после нас и будут также удивлять других зрителей своими элементами и акробатикой. Много везде, конечно, где мы ездили. Бывали и в Казани, и побывали и в городе Балакова. В Самару выезжали неоднократно. Многие-многие фестивали проездили. В принципе, достаточно уровень неплохой у нашей команды. Так получилось, что сейчас, в данный момент, не можем тренироваться в одном зале, потому что у каждого свои дела. И поэтому каждый развивается в своем зале и в свое время. Остальные ребята, те, которые учениками являются, они дают очень огромный заряд энергии. Мы будем на них смотреть и охота дальше заниматься. Я когда учился в институте, был такой момент, то что бросать ли брэк-данс или не бросать. И потом я подумал, чем бы ты ни занимался, и всегда о тебе будут думать кто-то хорошо, кто-то плохо. Поэтому мнение других, это отошло на другой план немного. И поэтому так подумал, думаю, нужно, если уже заниматься, то оставаться как бы до конца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, которые занимаются в цирковой школе, они у меня занимаются буквально почти год. Эти ребята реально очень круто все делают. Казалось бы, за такое короткое время, чтобы такой уровень поднять, это, ну, дорогого стоит. За каждого очень рад. Молодцы то, что приходят в зал, не бросают, терпят всякие болячки, ушибы, падения и так далее, так далее. Молодцы, прям огромные молодцы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У них не только уровень высокий, но и они поддерживают друг друга на таком уровне, что, ну, у кого-то не получается, они по ключу там постучат, скажут, не переживай, все получится. Первый раз такое встречаю, потому что, ну, реально ребята, ну, очень круто все делают. Даже, наверное, где-то скоро и меня обгонят. Ну, конечно, не сразу, но, я думаю, догонят в любом случае. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас это не спорт, у нас нету, у нас поддержки, да, какой-либо со стороны, но все же есть стимул заниматься тем, что в Саранске этого очень мало, и мало ребят, которые профессионально это преподносят. Поэтому стимул в любом случае есть. Это развивает и полностью организм. Все мышцы, абсолютно все работают в таком напряжении, что можно в космос лететь. Потому что, например, приходишь, долго не занимавшись в зал, и происходит такое то, что начинаешь вспоминать элементы, бывает головокружение и так далее, так далее. То есть нужно к такому танцу приспособить свой организм, подготовить его. И уже потом, ну, можно делать элементы какие-либо. Не знаю, ну, танец тяжелый, не спорю. Очень много занимаясь лет, уже, наверное, 8-9 год где-то, вот так уже сбился со счета. За эти, ну, фактически 9 лет, ну, много травм было, много всего-всего увидел, но и зато я очень много научился. И вот благодаря брейк-дансу в жизни он меня протолкнул, честно. Если бы не брейк-данс, то не знаю, где бы сейчас находился. И ни капли никогда не жалею, что начал этим заниматься. И даже вообще сам за себя горд, что этим начал увлекаться. И до сих пор продолжать, потому что очень добрые люди окружают. И огромное им спасибо, они всегда помогают. Занятие любыми, в принципе, танцами дает какой-либо толчок. Например, занятиями, например, другими стилями, да, из хип-хоп-культуры, если взять, то в любом случае это будет, ну, как бы, стимулировать человека координацию. Идешь по льду, вдруг подскользнулся, и, например, многие люди, ну, получают травму. А, например, кто люди занимаются танцами, и не только, ну, они, как бы, знают, как правильно это все смягчить, так сказать. Вроде бы смешной пример, но все же он случается в жизни. Субтитры сделал DimaTorzok Абсолютно всех приглашаю в зал. Все, кто желающие юноши, девушки, абсолютно, в принципе, любого возраста, приходите. Мы индивидуально к вам с вами поговорим, и обязательно что-нибудь мы предложим. Где-то сто процентов.